Всех приветствую, сегодня начинаем новый сезон прохождения. Я буду делать коммунистическую Италию, только нормально, а не так криворуко, как на стриме. И Томас у нас сидит вот здесь, я ссылку на его канал скину, если он будет выкладывать видос этот. Так, ну чё, Томас, ты записывай. Всем привет, дорогие друзья, сегодня мы будем играть в День Победы 4, буду я играть за Испанию, будем приводить фашистов к власти, в принципе ничего нового. Ты уже привык фашистов к власти приводить? Да. Так вот, кто у нас, так сказать, в ближней соседней стране на Курадесе? Твои агенты. Ну а ты всё думал. У нас, я аж потом альянс могу свой создать, да, ну ка щас пролистаем. Да, там же можно свой создать. У нас будет странный альянс. Гоминисты и нацисты, и фашисты. Да, то, что не получилось у этой самой. Германии с советами, может у нас получится. Я дивизии хочу немножко по-другому клепать, я посмотрел там гайд на стратегию. Ну конечно, у меня опять всё получится криво-косо, но... чё-нибудь ты из этого выйдет. Ещё нам нужен флот. У Италии после Англии, по-моему, самый мощный флот, если на это США не считать. За США я не играл. Я знаю, что у них флот, по идее, должен быть мощный, но сравнивать его с другими странами... У него авианосцев, по идее, должно быть дофигища. Ну нам тут в Европе пофиг на его авианосцы. Тебе пофиг, мне нет. Ну у тебя там, это, истребители наклепать, и будет пофиг. Да, да, да. Так, мне бы заводы построить. Так, значит, первым делом, чего нам не хватает? Вроде всё есть, но мало. Одна машина и 21 винтовка на складе. Смотришь, что ты первым делом строишь? Так. Ну... Военные заводы? Пару фабрик и военные заводы. Нефтеперерабатывающую буду делать, как открою. Я просто по всей стране начал строить по два завода военных. Там много, да? Ну, тут же видишь, какой-то процент из этих заводов... Как правильно тут сказать? Насколько я понял, чем больше у тебя заводов и фабрик вместе, тем больший процент нужно будет народу отдавать. Поэтому там потом парочку дострой фабрик. Ну ты, по-моему, через нацфокус можешь эти фабрики нормально построить. Значит, винтовки. Винтовок надо будет много. Доп-снаряжение сразу выставим. Лёгкие танки у Италии. А у меня один фиг заводов сейчас нет свободных. А, мы же воюем точно. Забыл. Да, ты же уже воюешь. Бывает. Ну, сейчас я тут вручную, наверное. Хотя можно фронт создать. Единый. Так. А, идти туда перетащиться. О, тут новички. Ладно, мы тогда сделаем вот так. Здесь какой-нибудь пустынный гад сидит. О, у меня пустынного генерала нет. Ладно, пускай тогда вот этот обучается. Он на коммуниста как раз похож. Вот так сделаем. На коммуниста похож? Угу. Ну, блин, у него форма такая. Короче, смесь формы коммунистической с немецкой. Серая такая форма и красный. Таких хреновин. Ну, сам, короче, тебе проще вот самому посмотреть, что моего объяснения добиться. Угу. У меня, кстати, это, возникла одна проблемка. Угу. Смотри, мне же нужно тогда революцию устроить. Она у тебя сама будет. А, ну, тем более. Она же просто так просто... Ну, ее не просто так выиграть. Ну, я затащил один раз с фашистами. Я тебе пошлю танки. Мы же пока фашисты еще удалим. Все. Так. Так, нет дивизий, проходящих не до этого. Развитие армии. Первое, что я сюда... Значит, купить... Ресурсы. Нет. О, у Венесуэллы можно нефть покупать. Да? Ну, у нее нефти дофигища. Третья страна в мире. И, по крайней мере, нам сегодня все точно воевать не скоро. Так. И резина. Так. Ну, восемь отлично. А резина у Нидерландов. А мне не надо резину. Ха-ха. А я потом построю пару этих заводов. Там и нефти меньше понадобится, и резина. Так. Так. Война, ресурсы, дивизии. Нормально. Самолеты. Истребители. Так. И бомбардировщики. Мастер танковый бой. Что мы... Как ты думаешь, что это их подготавливать, пока у нас война в Эфиопии идет? Ладно, снаряжение мало на складах. Не будем мы пока никого подготавливать. Нет этих эскизов или что это, блин? Короче, ты производишь технику, которая у тебя ни в одну дивизию еще не входит. Нет, тогда не так. Смотри, я вот хочу производить истребители. Но у меня там, где написано время, должно быть написано время, через сколько он построится. Там нет прикрепленных фабрик. У тебя фабрик недостаточно. А, это я просто такой бомж. Ты можешь их заранее поставить. Они как появятся, автоматически будут добавляться в самый верхний. Ты их можешь местами менять, если еще. Да, да. Ты по сколько серии делаешь? В смысле? Ну, часов. А, час минимум 2 баксов. Многовато. Народ не устанет до 20 часов. Я примерно на 40 минут ориентируюсь. Там плюс-минус. Уж некоторые игры бывают захватывают. Это там уже через час, по-приному, небольшой. Ам, скорость игры снижена в стране. О, я отстаю почему-то. Ну, у меня интернет нормальный, в принципе. Я же его обновил. Купил. Ну, купил же, я же оплатил. У меня сейчас интернет хороший. Оплатил интернет, наконец-то. Не наконец-то, а в тот же день. Просто я потом играл в Total War Warhammer. Новый. Я же сразу из интернета оплатил и эту купил. Игруху. Я теперь пока у нее 600 часов не наиграю, я ее не успокою. Надо же отбить деньги. 600 часов? Нет, понятно, что не в залпу. Ну, надо же деньги-то отбить. А то будет, как этот самый. Блицкриг третий. Сколько у меня там? Часов 15? 10, наверное, наигранных сил. 600 часов. Я в Европу 700 наиграл. Ну, это сколько? Почти год прошел. Ну, смотри, 600 часов, 80 в день. Ну, на пару лет один фиг потом DLC всякие, но выпускают, так что за пару лет набьют. Я думал, вообще, не пора ли бы мне на новый канал переезжать. Новый канал? Зачем? У меня YouTube заблокировал монетизацию где-то на полгода. И не факт, что включит. Алюминий нужен. Так, алюминий, алюминий, где алюминий? А у меня есть алюминий? Ну-ка, интересно. Алюминий... Сейчас посмотрите, тварь и диска. Приехали. Что там, долго у тебя загружаться идут? Да, всё, я отменил. Потом загружу, иначе. Да... Куда ты на паузе-то стои? О, у тебя... Сколько? Минуты-две, наверное, на паузе стои. Ну, давай в меню заново, видимо, переехали. Давай. Голоса твои. Ну, зачем мои голоса резать? Всё, что у тебя там, кто там говорил. Ну, у меня лично я в это время паузу встал. На бандикаме. Ты что, на бандикаме паузу... Я ставил паузу, но не на всех разговорах. Как это вышло. А, ну, бывает, ты начал уже, знаешь. Заодно в программе потренируешься работать. Так, давай двойка. Ну, посмотрим. То есть ты на двойке будешь отставать? А, ну, сейчас у тебя прогрузить нормально. А то у тебя вообще было 1 января первого года. Да. Римлянин. Ну, у тебя 19 часов, у меня 23. Я, конечно, понимаю разницу во времени. Ну, у меня прогрузил. Конечно, у нас разница во времени 4 часа. И на паузе они не хотят меняться. Ну-ка, тройка. Что жуткое отставание? Слышишь, у меня это как его. У меня войска перестали двигаться. Это шендец. 2 часа ночи, 6 января. И время остановилось. У меня 20. Можешь игру попробовать перезапустить. Так, ну, вроде же собрались отставать. У тебя тэфи, танки твои двигаются. Так, а ну, у меня войска идут. Ты на паузу, может, снимешь с паузы? Снял. Так, ну, время... О, да, все двигается. Наконец-то. Блин, у меня опять смена суток ненавижу. Слава Аллаху. Ща тебя за оскорбление чувствует... А, нет, мы же Мавров... Мавров в этом... Посадит. Так, а что я... Я не понял, а почему не идёт... Это... Припасы на... На войска почему-то не идут. А-а-а... Может, у тебя перевооружение идёт? Ну, пополнение у меня нет. У тебя рядом перевооружение сначала. Да, у меня чуть-чуть перевооружение осталось. Ну, вот оно, видать, раскидывается туда и туда. 4 тысячи. Ты можешь приоритет поставить на пополнение и всё. И ты бы все дивизии бы в свою западную часть куда-нибудь увёлся, если ты за фашистов будешь. Глядишь, тебе больше достанется. Хотя, без понятия, как их вообще раскидывать в гражданском виде. Может, там вообще всё по ивенту. Может. Смотри, Томас, посадят тебя. Скажут, что ты в игиле служишь. Не производится необходимо. А-а-а... Как не производится, я же произвожу истребитель. Это я сегодня фотографию видел. А-а-а-а... Девушка стоит, у неё доска, и на доске написано «Где ты сидел за анекдот, я буду сидеть за репост». Димона вообще за аниме на всю жизнь. Да я не знаю, у нас это за чё, у нас вся страна будет сидеть, а Госдума нас будет охранять. Это, как, есть игра такая, «Тылу врага» называется, я не помню. Я играл, там их много читаешь. Да, я не помню, какая из них. Так вот, там компании есть, и в компании дают понять, что тогда в то время полстраны сидела, а полстраны воевала. Да у нас вообще, у нас... Только вроде разгреблись со всеми этими тюрьмами, вроде меньше процентов стало. А тут хреняк, Думе и не хватает, видать, сидельцев надо законы придумать. Слышишь, может это, в нейтралитет войдём? В нейтралитет мы же воевать не сможем. Я знаю, воевать не будем. Дождёмся, пока они друг друга перегрызут. Ага, Италия, ты это мне предлагаешь не воевать? А, кстати, мы же не в оси будем, поэтому, по идее, альянсы будут на нас немножко пофиг. Но если мы не будем с ними воевать, то да. Они пока будут между собой. А мы там попилим немножко передися. А там, глядишь, атомные бомбы изучат следующий. Тут я так понял, надо выбирать и атомные бомбы, и эту через фокус, потому что и то, и то одновременно качать нас хорошо не получится. Что именно? Пау-2? А, ну, видишь, здесь у нейтральных стран, по-моему, можно выбрать, получить бонусы на то и на это сейчас я гляну. Испания, развитие армии. А, нет, смотри, да, ты можешь получить бонусы и на атомную энергетику, и на секретное оружие. Только смотри, у тебя секретное оружие, сразу четыре бонуса даются электроника, атомная технология и ракетная технология. То есть ты пока до атомной не дошел, можешь прокачать, допустим, электронику, и все, и у тебя бонус еще не лезнет. Ну, там осторожно надо. Он выпадет, но неизвестно когда. Опять достаточно ресурсов. Он у тебя может через год выпасть, а может и через три. А ты знаешь, как в последнее время в Европе перестал выпадать ивент на Бургундию? Я не знаю, почему она в последнее время перестала распадаться. Что-то я хотел сказать. Точно. А ты, может, это сейчас прокачаешь и начнешь фашистов себя поддерживать. Может, видишь, без гражданской войны обойдешься. Может. Так. Как мне их поддерживать? А, 150 очков тебе накопится. Жмешь Испания. Ага. Ну, сейчас я на сцену, например, покажу. Правительство и законы? Да, и убираешь, и у тебя фашист-демокок. А, фашист-демокок. Ты видел. А, хотя я даже не знаю, поможет оно тебе, не поможет. Если сейчас у тебя гражданская война до этого времени начнется, у тебя и так 100% фашисты будут. 100%? Так если гражданская война будет. Ясно. У меня сейчас 46. Потому что они все на твоей стороне останутся. А там, стоп, там, наверное, кого выберу, или нет? У кого выберешь, тех и будет 100%. Те же дадут вариант выберут, на чьей стороне воевают. Блин, как же все херово со снабжением. А все дальше за чего? Из-за чего? Из-за того, что я решил построить оборонительное укрепление на границе с Францией. А при чем тут снабжение? Так. О, выборы в Испании. Объединить консервативное движение под знамением фаланги. Все. А как твое оборонительное сооружение вообще с логистикой ты связал их? Ну, на них же что-то идет. Ну, только обычное строительство, что ты на укрепление тратишь, что на строительство заводов. Это же не значит, что у тебя меньше винтовок до складов ДАИ. Ну, тогда я не знаю. А, инфраструктура у тебя, че? Да вроде нормально, 5-6 везде. Все, я фаланга. Еще у тебя гражданская война будет. Значит, тебе нет смысла, походу, менять этого, стоит Демагога. Типа, проще какого-нибудь потом офицеров штаба сети. Че-то я не понял, а че так... Так легко. Ага, сейчас начнется гражданская война. Это не так легко. Фаланга, Франция привела свои войска почему-то на границу со мной. Они помогут кому-нибудь. Помогут они этим демократам. Альянсу демократов и коммунистов. Скорее всего. Или только Советский Союз туда пошлет. Хрен его знает. Как тут компьютер вообще действует? Он зашибись как нелогичен. Так. Че он нам на складах у нас? Истребителей не хватает. С остальным вроде более-менее. Планы без прикрепленных боевых единиц. Как тебе без прикрепленных боевых единиц. Опа. Куда дальше? Нормально еще играть. Баря. Опять у тебя там что-нибудь? Да нет, вроде нормально. Ага. Конечно, нормально. У тебя там что-то работает в фоновом режиме, походу. Ничего мне не работает. Вот шо случилось. Так. О. Управил. А сейчас напалуло. Происки демократов. Тоже распространяется. То есть цифры на то же. Это как вообще? Ну да. Это кто-то из юмористов что ли говорил. В Эстонии, говорят же, другие цифры. А, это эти выступали. Новые русские бабки. Да, какой я старый. Я смотрю привозил. Нет дивизи. Ну у меня снаряжения нет дивизи. Так, давай на тройке. А, ну я уже у себя прибавляю. Попробуем. Не хочет. Время не идет. Да. Ну это значит реально твои проблемы. О, на тройке. Обратно нажимаем. У меня целых три часа уже. У меня вот сейчас тут три. Е3. В смысле, ты спешишь? Ты впереди меня? Это значит реально тот комп, чем ты нагружен. Видать, он не успевает обработать все. Я даже, когда ты хостишь. Ты отстаешь даже, когда хостишь. Надо мемасу такую замутить. Только низкая скорость, что отстаешь, когда хостишь. Ам. Да. Это даже не однерка. 0,5. 0,3. Я, что, снова? Ну как сказать? У нас, по-моему, в реальном времени играет. Блин. У тебя сколько сейчас число? Было восемь. Десять. Сразу кинулась на десять. Ленинград за кого хочешь захватывать? А зачем тебе Сан-Сербург? Потом, если война-то с Россией будет. За кого? За Литву! За Литву! Сука, за Литву! За Литву! Да, Литву! Что не за Эстонию сразу? Пока там война... Да не тормозы. Пока война, это, соберутся, пока тудым-сюдым, там, где здесь уже, это, и ЕС создадется. Так. Нафиг оно можно. Следующий, за кого сяду, это будет или Афганистан, либо Колумбия. Это, подождите. Томас, что у тебя происходит? Что у меня происходит? Предупреждение, ладно. Такое ощущение, что у тебя, я не знаю, ты что, с калькуляторой-то. Ну да. Ну раньше, что на тебя тянул. Да. Ну, Кирюхи даже нормально всё тянет. Представьте, что я сам же кроме тебя. Даже в Эстонии нормально. Я не то сохранение закрутил. Ну ладно. Тут буквально месяц разницы. Конечно, начало. Там что, с 6 январь. Ну ладно. Отлежьте. Так, вот, выбрать вот это. Так, создать армию. Да, манёвренность один термин. Слышишь, а я ещё не фаланга. Всё из-за тебя. Один фиг у тебя всё по одному сценарию пойдёт. Подожди, пожалуйста. Кто этот главный? А как вы в ось вступили, кстати? Никак мы в ось не вступали. А ты сказал Испания, в оси. Ты чё? Я сказал Испания, тормози. А-а-а. Ясно. Ясно. Мы свой альянс будем создавать. Ну я к вам в альянс приду. Союз коммунистической тады и фашистской испадни. Чего? И тормозящей Литвы. В смысле тормозящей? Мы не будем Советским Союзом воевать из-за тебя. В смысле не будем? Будем, будем, будем. Не будем. Из Германии не будем. Ну, по крайней мере, не сейчас. Я им имель отдам. Ты бы Литву захватил там и стол. Так я Литва и так, как Литва. Утфу, блин, Латвия. Ну, блин, у вас в регионе там все страны на одно лицо одинаковые. Скажи, для меня у вас вообще одна страна общая, да? Да. Советский Союз называется. Ваши прибалтийские названия я не разберу. Это как там президент США-то не различал там Ирак, Иран, не различал, по-моему. Я ваши дальние римские колонии не различаю. О, никогда римской колонии не было. Будешь. Будешь. Красава. И ты будешь, и ты будешь, все будут. Испания была. И будет. Так, Испания где-то лазит. У меня целых 27 тысяч. Людей. Ты кого будешь поддерживать из партии? Так, я не знаю. Вы там свой альянс будете создавать или чай? Я и этих коммунистов. Не, не, не. Меня Россия в Аксибирь позовет. Я не знаю, слушай. А ты не вступай. Я не знаю, слушай. Меня запилят. Я страна маленькая. Меня просто это вот две дивизии возьмут и все. У тебя какая гармония. Три дивизии. Ты выбрал регион, конечно. Блин, по-моему, проще еще было бы за Ирак найти. Захватил бы там Саудовскую Аравию. За Ирак, кстати, там вообще нормально играется. Там Саудовскую Аравию захватить быстренько. Потом Иран. Беньки, не беньки. Посмотри, сколько времени серии идет. У тебя шесть дней прошло, у меня полчаса записано. Ты что, полчаса записывал, а потом откатил время на два месяца? Это слишком профессионально. Ну, будет серия ноль. Две серии, одну и то же показывать, короче. У меня играли? Нет, на паузе. Смотри, только что с паузы сняли. Ну, конечно. Честно. 30 января уже, что вы мне тут... У нас 30, у тебя еще первая, так что все нормально. Да. У меня 30 самолетов есть, 48 самолетов есть, истребителей. А у меня 11 полков. Литовских полков? Ну, дивизий, в смысле? Ну, да. Не выделывайся, у меня три. Всего. 39. Я вот понять не могу, почему он пишет. А, 30. Рома, ты не забыл войну про эфио? А, ты, я смотрю, идёшь. Я тут в основном так поправляю. Блин, мне нужно оружие. Нам оно тоже нужно, война идет. Всем нам нужно, да. У нас, кроме палок, копалок, ничего нет. Давай расскажи мне про палки-копалки. Я вообще... У тебя рядом Советский Союз. Тебе надо всего лишь пойти на его свалку, там, собирать сопчастей. Танк какой-нибудь. У нас выпрашивать, подойти на танк. Как кантри-боссов. Брум, брум, да? Танк едет. Польша такая, врум, врум, я танк. Подойди на танк. Хрома не хватает. Купим. Южные опыки. Чё, будет прикольно, если Польша создаст этот Балтийский альянс, или как там называется-то, между речью? По-моему, за Польшу нужно играть, чтобы так сделать. Компьютер-френд все создаст. Ага, сделай там. Польша войдет в Германию и в Советский Союз. Бедная Польша, все время пилит и пилит. Она все возрождается и возрождает. Зато этот, как его, блин, историзм. Кстати, Польша, вот что-то у меня какой-то компанией язык вот играл, она прям так хорошо держит. А, я за Югославию, по-моему, как раз играл. Польшу, Советский Союз, Германия, короче, все пилит, пилит, пилит. Польша, Франция, по-моему, уже пала. Польша до сих пор держит. Фера себе. Я не помню, может, она, конечно, и раньше осталась, но она, триндец, долго сражалась. Ну, или, может, просто этим странам особо не до нее. Ой, фаланга. А сейчас раньше, по-моему. Гражданская война. Да, сейчас пораньше, может, на полмесяца. А ты что, типа, можешь выбрать, сдаться и все? Он выбирает сторону, за которую будут в гражданской войне учиться. А что я тут франкистская Испания на всю Испанию? А сейчас гражданская война начнется. Я стал фашистской Испанией. А вот как-то можно ее предотвратить или нет, я не знаю. Не, предотвратить нельзя, но у тебя сейчас гражданка будет. Да если бы он даже демократов выбрал, один хрен гражданка бы была. То есть у него сейчас все равно страна разделится? А, я думаю... Садим, если бы я выбрал бы демократов, можно было бы просто слить. Да ты и так сольешь. Будет смешно, если он сейчас сольет. Девять из десяти того, что я солью. Нет, то, что я думаю. Вот ты сам уже сказал, что ты проиграешь. А Литва сказал, что захватит Советский Советский Советский. Захватит. Тогда я захвачу Берлин. Что, я за Литву, я когда в одиночке играл, я там кусок Польши съел, короче. Вот шумок. Не-не-не, да, в войне за Третий Рейх сражался. Съел кусок Польши, вот этот. Восточную Польшу кусок. А потом вылетел, после этого и после завершения войны, Советский Союз оккупирует Восточную Польшу. Красавчик. И у меня территорию отобрали. Просто по ивенту, без войны, без всего. О, просто он стал советским. И тут же началась война против Советской России. Ну, один хрен. И мы с Германией начали воевать. Победили практически. Кто победил Германию? Россию победили. Я там дошел до этой, до куда? До Минска дошел. Практически бомбаркируешь. И там дальше продвинулся. До Питера. Блин, какая она. Горячая. Ты о чем? Ты что-то держишь. Он пиццу ест. Пиццу ест. Черепашка ниндзя. Букашки супер ниндзя. Черепашки. Ай, какая она. С ананасом. Ты тоже, Кирилл, такой старый, что помнишь еще самые первые клипы. Да, я тоже помню это. Как можно забыть вот это вот... Десять сезонов. Десять сезонные букашки супер ниндзя и репашки. Блин, это же вообще шедевр. Ну, гораздо круче новых составок. Я даже только смотрел. Единственное, что в новых, там Шрейдер прикольный. Ему бошку отрубили в конце первого сезона, он потом бошку поднял и ушел. Вот, вот, чем вы сейчас занимаетесь? Я давно смотрел, это четвертого или шестого года вообще. Шестого или четвертого. У меня даже, этот, кассеты были или диски. Так что. Да я бы и сейчас их, в принципе, пересмотрел, с ним был. Блин. Новые вот эти, они какие-то уже не те. Да, ну, зато там прикольно, там, в горы сети. Ну, теперь они, знаешь, стали такие больше, как... Больше, как... Боевики вот эти, вот, знаешь, под новых детей. Никто в новых сериях не будет, как в старых, допустим, лучом смеха мир уничтожать. Ну, блин, в старых сериях там не было такого, что там мясо, кровь, убийство. Там вообще таких тем даже не было. Там даже у врагов там оружие такое было. Да, да, да. Как у штурмовиков все мимо. Ну, неправда. В начале-то штурмовики-то сражались во втором сезоне нормально. Ну, блин. Потом им дали каски хреновые, в которые ни хрена не видно. А, да, да. Просто не на ту сторону идти. С козорвали. Я один не понимаю, чё. Так, штурмовики лечают, извечная болезнь штурмовика, что они попасть не могут. Не, я понимаю, ну а почему тут они? В смысле? Ну, как бы мы аналогию привели. Да, ладно. Это очень странная логика. Эти как-нибудь там. Вот. Восемь перк. Ой, ой. Да какого? Да, чертовы, республиканцы тебе этот провода режут. Походу. Нормально же было, тут резко. Паши резали. Награнистся с Францией, знаешь, такая линия идет полоса. Тебе надо кабель под водой прокладывать. Через море, в натуре. Фигеть, у меня нихрена не производится, честно, всё-таки. Занусь. Давай, расскажи мне, как у тебя в стране ничего не производится. А тебе ничего не надо, ты только ружьёв изготовился. Зато у меня консервы есть. И мне скажи, что у тебя ничего не производится. Консервы нужны только во второй Виктории. Блин, обидно. Можешь взять свои консервы и строить машину времени. Из консервов же можно, по идее, мины делать. Ну, не из самого, а из банок. Ну, я понял. А какого они режут? Провода. Подождём сейчас пока. Не просто на помощь этот. СССР пришёл, они там теперь вдвоём режут. Ну, в СССР-то да. У нас специалисты по срезанию проводов такие же. Они их уже знали у себя. У нас и в России сейчас этот любитель посрезать провода. Да. Нет. Особенно, когда они под напряжением. Вообще любимая. В грозу. Ну, Россия, что ты, хардкор. Типа, так обычно это вещь для лохов срезать. Ты что, лох? Тут смотри, как надо. Шарах. Да, да. Господи, там. Потом бац-бац и всё. Да. Давайте на двойку. А вот пройдёт. Да. Я не успею ничего сделать. Вот ты как раз успеешь. У тебя будет несколько часов на раздумье пока навезёт. Так, ну тут я почти... Реальных часов, да? А, я же самолёту. А нафига это ты? Тут пускай себя. Так. Что-то ещё опять всё ещё сражается. Да почти добил. Компьютер точно сражается. Ну, в столицу же штурман. Заразил черепашками болезнь. Ох, черепашки. Не взять черепашки? Блин, я всегда... Мне нравилось, как они пиццу едят, короче. Мне не нравилось, как они кидают её друг в друга. А, ну это блин... Том, ты можешь сейчас это на себе проверить эксперимент. И пока на горячем. Подкинул воздух и ловилит солнце. Горячий. Самую маску лица с огурцами сидеть. Пиццу... Пицца ставится, останется. У тебя сколько в городе стоит пиццу заказать? У меня? Угу. Ну, смотри, какой. Маленькую, 20 сантиметров, но рублей 300 где-то, ну, вон. Это я себе самую большую сказал. Так 20 сантиметров это... Ну, это точнее о чём. Я себе заказал прийти. Так у него там этот, знаешь, ему там через Крым, там, этот, из Москвы, там, потом через воду, через море, там. Подолазы. Нет, потом плюс российская почта, так что... Там уже жизнь разобьётся, пока. Российская почта её довезёт. Один фюрер. Там пицца уже сама своими ногами дойдёт. По-моему, российская почта именно этого и ждёт. Ну, неправда, не такая же у нас вот плохая почта. В Эфиопии, например, её вообще нет. Правильно, её там никто писать не умеет, так отправлять вообще не надо. Не такая уж плохая почта, ещё хуже она, тебе кажется. Ну, подумаешь, на 100 там, в 40 каком-то месте. Их же всего 150, значит, на самый... Ну да, подумаешь, девушки в Сибирь через три года привезли посылку. Ну, бывает. Зато привезли. Зато, когда я в Китай заказываю, оно махом доходит. Заказывай через Китай. Хусь, оно в Китай уйдёт, а не оттуда те катапулты допросят. Слышишь, это, посылку из Москвы через Китай. А оно реально, кстати, смешно. Я смотрю по АТЭГам, она из Китая летит в Москву, а потом из Москвы уже поездом в Сибирь. Чё, заказываешь такой где-нибудь из Европы, короче, через Китай. Летит в Пекин, потом куда-нибудь. Прикинь, оно, короче, быстрее придёт, чем вот напрямую. Быстрее пришло. Оно с Марсом быстрее, да, и очень быстрее. Кроме, проще, самому съездить. За праздник. Серьёзно. Не, ну, если ты платную почту используешь, ясен Пентий хоть под крыльцо привезут. Через три года. И скажут, чем плати за три года. Там ты скажут, не, не хер вам, они тебе повестку в суд. И проценты за три года. Ну вот, Эфиопия пала. В третьей части мне очень нравилось, что там Эфиопия становилась марионеткой. А там разве нет решения на уровень? Нет. Там она марионетка. И вот и в Японии, там на территории Японии, вот этой вот, где сейчас, там была Манчжоу Гоу. Манчжоу Гоу. Да. Ну, Манчжулия, короче. Манчжулия, да. Ну, Манчжурия, жена, в Китае была. Ну, у японцев, но в Китае. Ну, да. Главное, марионетка была, да. Короче, в Японии. Да. Так. Короче, прикрыт. Почти перевооружился. Я помню даже, когда в школе учился, мы проходили эту тему, как Манчжурию создали. Там просто японцы повод искали и сразу им пользовались. Якобы это китайцы сделали. А доходило даже до того, что они взрывали свою базу японцы. Говорили, что это китайцы. Так нормально, че. Да. Они то же самое, ведь там делали, типа, это нападение на деревню, что-то такое там было. Что переодетые военные там были другой страны. Как повод использовали. Типа, мы же не агрессоры, а че мы. О, развитие политики следовалось. Развитие вооружения следовалось. Я уже исследовал. А я промышленность качал. О, наконец-то я могу этого фашиста. Бак бога. А вот вы в этой самой истории, тьфу, в Литве, наверное, на вот этот вот нацпроект, на завод, наверное, больше завода удачи, чем в стране есть. Я тебе скажу, что сейчас... Литва подробнее. Заводов за эти... За промышленность, да, дается сколько? Один. Зато много. За четыре, да, четыре исследования, четыре завода тебе дастся. У меня всего еще в стране, лишь пять на начало игры. Насчитай, практически два раза. А, ну, разве на поздних не больше дают? Вот, вот, развитие строительство уже, две фабрики даст. Нет, так это плюс фабрика, потом еще фабрика. Там за каждое вот это дается по фабрике. И военных заводов четыре можно. Четыре фабрики, четыре военных завода. Ну, по-моему, неплохо, Литвы, дух коллективизма. Литвы, да. Я думаю, наверное, средние танки я производить не буду, у меня заводов на них не хватит. До какого? Ну так, пора советы поддерживать. Коммунист-революционер. Ты где там в советах поддерживаешь? У себя. А, ну да, ты же у нас заразился. Из этих. Из этих. Ну, блин, ты за фашистскую италию тоже играй. Сам ты из этих. Блин, я как фашистскую испанию сейчас делаю, тут французы поставили мне на границе войска. Да, так так всегда. Так. Блин, не знаю, куда потратить очковую эту самую ячейку исследования. Авианосцы мне нафиг не нужны, подводные водки будут. А, надо было, наверное, это промышленность. Ну, ладно. Не проходит дивизия боевую подготовку. А на чё они будут производиться? Нету нихрена. Могу полутанковые бригады создать. Полутанковые бригады? Полутанковые бригады. Не, ну одну создам, полторы. Лучше создай одну, а то, что будет полторы, это как запчасти. Ну да, наверное. А куда мне танку? До дивизии-то ещё хрен знает сколько. До дивизии чё нам надо? Хотя нет, смотри-ка. А, одну... Ну как одну? 80% дивизии создам. Обучить. А там, глядишь, оно до вырушится. Там, глядишь, я отстаю. Да охренеть, что это происходит? Там, это... Протяни подноморекабель, что ли? Один за... В Каталонии 15 даётся. А есть ещё, по-моему, более мелкие. Да, вот которые по одной, по три. Да, вот эти вот. У меня их 10 таких точек. Одиннадцать. Литва. Две. Вместе со столицей, если считаете. А я столицу не считал. Логично, блин. Зато я буду сражаться. До последнего солдата. До последнего жителя страны. У тебя один житель там. Блин, тут так интересные города нарисованы. Вот кварталы, 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 кварталы. Ночью светится всё вокруг этих кварталов. А на квартале там стоит завод. Поперёк. Нормально. Просто поперёк. С такой скоростью у тебя армия никогда не построится. Чего? 27, говоришь? Уровень Литвы? 27. Охренеть. У меня 6. Мажор, что ли? Откуда у тебя 27 заводов? Я не знаю. У меня 6. Уровень Литвы, говорит. Ага. У меня 20 заводов и 31 фабрика. Это мне до испанского уровня дойти ещё нужно. Ты до итальянского ещё за счёт дойдёт до испанского. Пошёл. Да ладно вам, чё вы? Такой, да и не, я не мажор. Не. Да и дарить, что ли ты? А, вот 27 фабрика. Фабрика построилась. И всё. У тебя калькулятор перегрел всё, не тянет. Может, ты компьютеру пиццу попробуешь скормить? Муж он голодный. Не, а он в чем взорвался? Уже в дисковод положить. Как вы собрались делать этот альянс свой? Я просто приглашу его туда и всё. Так у тебя же нет альянс? Я через нацфокус создаю. Любая страна через нацфокус может создать альянс. Ну, почти любая фашисты и коммунисты могут начать демократизм, не знаю. Нет, в смысле свой альянс? Просто изучаешь идеологический фанатизм, ты можешь создать альянс. А чё, это позволяет создать? Да. А у демократов почему мы сажаем? Да я знал, знал, я просто вас проверял. Ну, знает он, знает он. Скажи, почему у Томаса жуткие отставания? Ну, так я же сказал, это этот коммунисты с республиканцами режут провода. Вместе сидят. Да. Все против фашизма борются. Кто чем может. Все против меня. Они решили потом друг друга вырезать, но сначала вырезать фашистов. Вот. Враг моего врага мой друг? Да. Хоть и на время. Блин, это да. Блин, а в Испании ведь ещё гражданская экономика. Он делает частичную мобилизацию и трындец будет. Может, ты снова коммунисты перезабудишь? По крайней мере, какое-то время у тебя нормальная работа. Первые две минуты. Франциско, Франко. Или это нас Литва тормозит, заразило. В смысле? Это эстонцы. У тебя эстонцы рядом. Ты разносишь болезнь. Видишь войска на границе, чтобы никто не прошёл? Где я вижу войска на границе? Да, ну, блин. Просто верь, что они там есть. Вы же войска на границе с Эстонией? Могу пакта не на падение с Литвой. Ага, Литване согласись с Литва совсем учешить. Ещё, парень. В жопу, дожаришься. Я только собирался напасть в Рим, высадиться. На каное приплышь. Вот, да, кстати, нет кораблей. А какого? Ты чё там отстаёшь? У него, походу, чё-то в фоновом режиме там работает. Господи, скачивали просто не нужно там ничего, этот, самое. Черепашек ниндзя никаких. Через 2-м ты. Как ты узнал? Скачать Черепашки ниндзя без смс и регистрации. Быстро. Там так открываешь, там Роскомнадзор такой, нет. И ты не будешь смотреть Черепашки ниндзя. Потому что это извращение на природу. Это Черепашки ниндзя. Это нетерпимость к зелёным. Там, наш, за вами уже выехали, всё. Ага. Аааа. Мне нравится, как они орут. Во, вроде же залагал. Отключил там своих черепашек нормально. Я бандикам. Спалили, просто спалили. Ты кля, бандикам отрубил? Да. А чё, не будешь записывать? Он, твою запись просто зальёт к себе. Слух, да, передел. Нет. Сам озвучит, типа. Не-не-не, я в одиночке отыграю. И типа по сети, да? Да. А потом голоса подставлю. Типа, знаешь, Италию, с Латвией, с Литвой всё равно не видно, да? Там, что у них происходит. Ну да, я просто не буду показывать другое что-нибудь. Он чисто вот так Мадрид до максимального приблизит и будет вот так. Да-да-да. Тридцать минут такой в Мадрид смотрит. Ребята, мы играем за Испанию. Вот вам Мадрид, смотрите. Какие красивые там города. А я пойду за чаем или в магазин. В другой город. В другой страну. Там что-то даст... А, это я могу. Политику. Так, нет. Идейный борец. Мнение об общей идеологии плюс 20%. Можно, в принципе. Фигня. Это вроде только это отношение даёт. Ну, а с такими же странными, по-моему. С такими же. Ладно. Тогда в армию защита дивизий плюс 10. Атака плюс 15. Там посмотри, может есть что-нибудь на политическую власть, прирост политической власти. Не-не-не. Летва уже поддерживает фашистов? Да. Ага, фашисты могу. Так, ладно. А вот, прирост политической власти. Давайте переворот коммунистов сделать. Давай нет. У меня и так одна проявляет. Могу сделать переворот коммунистов, демократов и фашистов. Можно... Не определился. Тайный манипулятор это на политическую власть плюс 5% либо... 50% плюс 5. Или какой-то манипулятор сегодня. Я исследовал танк первой мировой. А, тут и это этот самый. Это... Где же ты есть-то? Есть здесь один хрен, который... Мне хорошо добавляет очки. Зачек от смены идеологии плюс 15% он дает. Что-то нету его у этих. А он не у всех есть. Ну, он там неплохо так добавляет. Он чуть ли не до 50%. Может выбрать скорость пополнения фабрики плюс 10. Нефтеперерабатывающих плюс 10% и инфраструктуру плюс 10%. Тебе... Тебе...